Здравствуйте, коллеги! Сегодня у нас совместный вебинар по Мой Тим. Моя система работает, что мне помогает расти. Хочу, прежде всего, представиться тем, кто меня знает. Меня зовут Мадина Карамсак, я менеджер 12%. Живу в Карагандинской области, недалеко от Караганды, в поселке Топар. Проект пришла ровно-ровно год назад, 1 июля. Меня пригласила Елена Туганова, потому что ей очень-очень благодарна, за то, что моя жизнь кардинально изменилась. Спасибо, Елена. Ну, свою историю не буду рассказывать. Я на предыдущем вебинаре рассказывала о своей семье, да? То есть не буду повторяться. Ну, так кратко скажу, что у меня есть сын взрослый, женатый, внучка маленькая. Недалеко от нас живут мои родители. Они сейчас болеют, и я ухаживаю за именем. Каждый день я хожу к родителям. У меня свой график работы. То есть утром встаю, с внучкой гуляю, кашу поборю. Потом оставляю внучку родителям, ну, в снохе. Потом иду к родителям. К своим. Там тоже завтрак готовлю. Тоже компьютер включаю. У них чуть-чуть поработаю, где там возможно. Потому что у них не вся информация на компьютере. Потом бегу опять домой и начинаю работать. Вот так проходит мой день между двумя домами. Туда-сюда бегаю. Но время для работы всегда найду. Так, это кратко так о моей семье, о моей жизни небольшой. Теперь непосредственно по теме, да, что мне помогает расти. Прежде всего, когда я рекрутирую, когда я приглашаю в бизнес людей, я не приглашаю работать мало. Я не приглашаю на 2-3 часа, как раньше вот в Одноклассниках писали, да, статус, статусы, картинки, занятость 2-3 часа. Нет. Я сразу пишу полный рабочий день. Или занятость там 5-6 часов. Потому что я приглашаю на работу. Потому что я приглашаю зарабатывать. И сразу пишу, что я приглашаю зарабатывать от 1000 долларов и выше. Чтобы смотивировать. Допустим, если бы мне когда-то сказали, там, от 4 долларов, да, от 700 долларов. Ну, что я пойду и буду ждать эти полгода, когда я заработаю, да. То есть я сразу приглашаю от 1000 долларов и выше. Может быть, поэтому у меня не так высоте регистрации, но зато они у меня очень качественные, я считаю. Так, что мне еще помогает расти? Мне помогает расти поддержка вышестоящих лидеров, конечно, в первую очередь. Так же помогает расти совместная работа команды. Весь тем и сила. Хочу, вот, кто мне помогает расти, это команда, да. Вот это мы на мегафоруме в Астане. Первый раз встретила себя со своими бизнес-партнерами, чему очень рада, потому что это была такая мотивация мощная, прям здоровая. Не просто их в чате, да, вот по переписке, не просто на фотографиях увидела, а вживую, вживую видела лидеров. Это такие девочки молоденькие, да, они мне дочки все годятся. И они... ... ... ... И что помогает расти, конечно же, это команда, конечно же, это поддержка успешных людей, вышестоящих лидеров, поддержка тех, кто активно работает. Собраться вместе есть начало. Держаться вместе есть прогресс. А работать вместе, это успех. Так говорил Генри Форд, да, знаете, как по-моему, с миллионером, который тоже не зря скажет такие слова. Именно о том, что работать вместе, это успех. Так же, конечно, мне помогают в работе... ... 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 Ленечка хорошо работает, мне о ней рассказала Хохловая Ленечка наша. И также Пупляева, Виктория, Виктория вспомнила, Виктория тоже активно работает. То есть вся команда, когда работает сплоченно, когда я, как спонсор, ищу поддержки у верхних, высшестоящих спонсоров, и когда оказываю поддержку своим девочкам, тогда растет команда, тогда растут уровни. То есть мы все друг за дружку идем. Хочу рассказать немножко о своем росте. Регистрация была в 10-м каталоге 2014 года, это именно ровно год назад, 31 июля. Меня пригласила в проект Туганова Елена, зашли ей премного благодарна. С 15 июня по 31 июля у нас шла переписка. То есть я все спрашивала, выспрашивала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я с ним так активно работаю уже в течение года, что он у меня именно сегодня, в мой юбилей, начал зависать. Таким вот образом протестует против эксплуатации активной. Слышно, да, меня, девочки? А то Света поставила плюсик. Слышно меня? Ага, спасибо большое, Леша. Вот, это вот мой рост. Евгения, вам не слышно, вы, оденьте наушнички, потому что я уже смотрю по ленте, что вам постоянно не слышно. Я росла не быстро, не так быстро, как, допустим, многие, да, из нашего проекта, но медленно, можно так сказать, медленно, но качественно. То есть в 10-м я пришла, в 13-м каталоге уже вышла на 3%, к чему была очень безмерно счастлива, меня еще поздравляла. И в поздравлялке это было так здорово. В 14-м каталоге я вышла на 6%, потом опять упала, когда упала, думала, вот, что-то я делаю не так, и начала активно рекрутировать. И уже в 16-м, 17-м каталогах на Новый год, да, вышла на 6%. С 1-го по 7-го уже в 2015-го года я вышла на 9%, и в 8-м каталоге на 12%. Вот, когда вышла на 12%, это было вот таким мощным всплеском, вот, мощным таким всплеском мотивационным. Я уже чувствую, что вот, 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 вот скоро я уже начну расти так, как мечтала, да. Поэтому даже у кого-то сейчас не получается в данный момент расти быстро, потому что некоторые видят историю успеха тех людей, которые растут там за 4-5 каталогов быстро, да, за полгода становятся дикторами. Хочу сказать, не бойтесь расти медленно, не бойтесь оставаться неизменными. Это очень мудрая китайская пословица. Потому что у некоторых руки опускаются, у некоторых уже терпения не хватает, некоторые начинают цениваться в проекте, что кто-то быстро растет, кто-то не быстро, кому-то спонсор помогает, кому-то не помогает. На самом деле, никогда не надейтесь на спонсора, надеяться надо только на себя. Спонсор не обязан вам, допустим, быть вашей нянькой. Он вам дал все инструменты, он научил. Вы просто дублицируйте, ходите на вебинары, обучайтесь. Делайте, я начала пример брать с самого начала именно с Леной Тугановой, потому что она вообще девушка, которая осталась без спонсора, она не испугалась, она росла. И вот видите, какой у меня результат, да, хороший, отличный результат. Что мне еще помогает расти? Мне помогают расти три кита проекта. Это мы, когда меняем покупки продуктов с обычного магазина на свой личный бутик. Это приглашать свою команду людей, которые будут дублицировать вас. И это, конечно, обучаться, обучаться, еще раз обучаться. Учение свет, а не учение чуть свет и на работу, да, как говорится. Также, что мне помогает расти, это человеческий фактор. Верность своему слову. То есть, когда я рекрутирую, я всегда говорю своим новичкам, я вам буду помогать. И обязательно помогаю на первых порах. То есть, нахожусь, даю все свои данные, телефон, скайп, чтобы они звонили в любое время. Даже если я там гуляю со своей внучкой, когда хожу родителям, мне звонят девочки, я отвечаю всегда. Для этого надо будет находиться в постоянном информационном поле, чтобы быстро что-то нужно было ответить. Также, что мне помогает, как один из человеческих факторов, это нужно обязательно со своими новичками подружиться. Это делать созвон, это общение в скайпе. Когда я этого не делала, роста не было. Вот как начала применять это, сразу пошел рост. Также помогает выявление ключевых партнеров. То есть, вы видите, что если кандидат, не кандидат, а уже партнер, новичок, идет на контакт, вы его мотивируете, вы его поддерживаете, вы его поздравляете, поздравлял, когда-то в чатах поздравляете, с уровнями, с первым заказом, с днем рождения. То есть, отмечаете вы, и тогда он как бы становится вам родным, близким, что ли, вот да. И, конечно, у вас будет такая работа споченая. И также я делаю фокус на лидерство партнеров. То есть, я стараюсь быть сама лидером и делаю фокусировку на том, чтобы лидером становились мои девочки. То есть, да, Евгения, будет запись, будет, будет. Что еще мне помогает расти? Мне помогает расти вот эта вот табличка. Вот эта табличка мне помогает расти. Вот. И я ее расставаю всем своим новичкам. То есть, первый шаг. Я не буду этого делать. Мы все приходим, какие-то энтузиазмы, когда что-то не получается, опускаем руки. Ну, и когда я, значит, прочитала, я не могу это сделать, не умею, не получается, так, пошла на обучение. Потом что-то начинает получаться, хочу это сделать. Как, вот теперь вот я нахожусь на 12%, вот у меня вопрос, как это сделать лучше? Я пытаюсь сделать. Ну, конечно, я могу это сделать, да, я себе говорю. Я это сделаю. Ну, как, это, это действительно просто, это не так сложно, как казалось, вот, на первых порах, когда я пришла, я думала, ой, куда мне дать декторов, куда мне дать менеджера, там, 15-18%. Сейчас я на 12, и уже до 15, там, всего один шаг остался, да. То есть, это совсем чуточку, совсем немножечко. Поэтому вот эта вот картинка, кто ее сделал, прям большое спасибо, потому что она меня, именно вот она меня мотивирует, прям хорошо мотивирует. Теперь, что надо делать, чтобы начался рост? Вот для новичков особенно, я всегда говорю, надо... ...фильмы про успех. Потом обязательно надо думать как лидер. Если вы не будете думать как лидер, то эту энергию не почувствуют ваши новички. Обязательно находиться и присутствовать в информационном поле. То есть, когда вас спрашивают о чем-то, и вы не будете отвечать вовремя, да, не будете отвечать грамотно и правильно, новички тоже могут разочароваться в вас. Ой, девочки, я зашла, разговариваю, я не спросила, меня сейчас слышно? Слышно меня, девочки? Ага, спасибо. Спасибо большое. Также нужно взять ответственность на себя, да, то есть ты принят, ты уже на работе, ты работаешь, бери ответственность на себя, за свой сон, за свое питание, за свое здоровье, нельзя болеть, нельзя не высыпаться, нельзя быть в плохом настроении, то есть надо постоянно быть в хорошем настроении. Это спонсорам, партнерам, своим родным, спонсорам, за то, что он поддерживает, партнерам, за то, что они помогают себе расти, своим родным, за их терпение, да, за то, что ты сидишь своими днями в интернете и уделяешь им мало времени, да, по тем меркам, что они привыкли, что им столько времени уделяют, да, вот. И им надо быть благодарным за их терпение. Потом это все возвратится. Наша благодарность, это как один из посылов в космос, то есть когда ты благодаришь, это тебе тоже возвращается. Надо обязательно благодарить тех, кто рядом, кто тебя окружает, кто помогает тебе расти. Также помогает мне в росте дублицирование спонсора, то есть не просто повторять, да, что там делает спонсор, а именно брать лучшие такие инновационные методы, лучшие способы реквентирования, то есть все тем же, чем делится с вами спонсор. Но при этом проявлять инициативу собственную, придумывать какие-то свои фишки в работе, использовать новые методы в работе. Вот принять, вот просто взять и принять раз и навсегда решение, все, хочу стать лидером. Как приняете это решение, так и сразу станете лидером. Теперь моя система работы. Я работаю ВКонтакте, это моя любимая социальная сеть. Я работаю друг вокруг. Я работаю ВАСАПе. Вот на картиночке. Это сети, в которых я работаю. У нас очень много новых способов, да, рекрутирования доски, ОЛХ. Но я пока еще никак, не то что не дешусь, не освоила это. Вернее, я хочу освоить это в плане у меня. Вот. Моя система работы в соцсетях. Допустим, я работаю ВКонтакте, да, и сразу, если в соцсети, я не хожу на другие вебинары. Я хожу на вебинары по теме, я работаю ВКонтакте и друг вокруг. И, конечно же, о новых методах работы я тоже хожу. А вот работа в одноклассниках, работа в мире, я такие, ну, посещаю. ВКонтакте, например, когда я работаю, это лишь, вот статус, хочешь заработать в интернете, хороший доход. Ну, вот тут я еще не поменяла 2-3 часа. Буквально это я, наверное, недели 3 уже не использую, что надо работать 2-3 часа. Я уже пишу 5-6 часов, то есть нормально, а в лучшем случае 8 часов работать. Вот у меня статус стоит. Я его часто меняю. А вот Али Шерман, допустим, фотографии, то много приходят. А, Афея, это я как сфотографировала тогда, так и стоит. Мне надо было сегодня новенькую поставить, у меня там теперь парень-бландин такой красивый. То есть многие девушки, да, приходят именно на парней. Будут стоять я, четка взрослая, 45-летняя, господи, кто со мной будет дружить вдруг вокруг, да? Тем более какой-то бизнес предлагает четка непонятная. Вот. Выкинула. Хорошо, сейчас перелесну. Сейчас, секундочку. Вот, смотрите, это завязалась у меня переписка. Привет, что за работа? Я пишу, привет, хорошо. Пиши электронку, вышли подробности. Электронки нету, а так нельзя скинуть? А так нельзя скинуть? Я пишу, можно на WhatsApp? Давай. И пишут мне свой WhatsApp. Я пишу, вот, и отправляю информацию уже в WhatsApp. В WhatsApp у меня уже все ссылочки, все готовые тексты готовые. Я их только пересылаю, раз, быстренько. И очень-очень удобно работать. Потом оказывается, что у многих есть электроночка. И мы начинаем связываться, списываться. Именно по электронке. Так, сейчас Тома Ким мне пишет. Ой, у Тома Ким, который следующее за мной выступает, свет отключили. Ну, ладно, пока я буду выступать. Может быть, сейчас им подключат свет. Вот, видите, какая удобная вещь в WhatsApp, да? Тома Ким не раз сообщила мне, что слышно. Что мне кажется, у нее очень интересная сегодня тема будет. Она у нас активно рекрутирует в ООХ. Я бы ее с удовольствием послушала бы. Я прям ждала, когда она придет. Я пока работаю вот такими, да, можно так сказать, уже устаревшими методами. Потому что сейчас столько много, очень-очень много способов, очень много информации. Вот. Так, сейчас перенесну дальше. Вот такие вот письма рассылаю я ВКонтакте. То есть я не пишу текстами, я пишу вот картинками. Потому что я заметила, что на картинку хорошо идут люди. Вот просто так я сделала таких несколько картинок. На самом деле у меня очень их много. Вот. Также я ВКонтакте захожу в группы, где, допустим, люди с ограниченными возможностями, да. Вот у меня на первой картинке девушка в кресле сидит. То есть как бы они заинтересовываются много, но пока многие не решаются. Но я их понимаю, потому что на самом деле очень тяжело психологически переключиться на что-то другое. Все-таки они немножечко ограничены обобщением и не имеют такого опыта, допустим, да, работать. Вот. Также картинками вирусными рекрутирую. Вот нижняя голубая, где Роберт Киосаки стоит. Мне нравится рекрутировать именно картиночками. Так, что-то у меня тут все-все-все-все. Мои слайдики напутались. Вот сегодня у нас какие-то преграды. Преграды. Ай, где мои слайдики? Ай-яй-яй. У меня с утра отключался компьютер несколько раз. Ей я загрузила презентацию. У Томы сейчас еще включились. Это какая-то мистика. Ну, не могу понять, почему я в проекте. Почему я в проекте, потому что у меня есть большая мечта. Мне Тома позвонит, когда свет будет. А пока я буду говорить. Сейчас я ей сообщу. Тома, я в принципе почти закончила. У меня почему-то слайдики послетали. Но в принципе я буду говорить. Как свет дадут, ты сразу сообщи мне. И мы подключимся, возможно. Вот, у меня большая мечта. Это иметь собственный дом, машину, да. Деньги. Деньги мне должны для того, чтобы путешествовать. Для того, чтобы обеспечить свою старость, да. Свою достойную старость. И вот тут вот у меня на моем слайдике. Все в твоих руках. Действительно все в моих руках. Ну, я не хотела свою историю рассказывать. Но пока Тома подключается, наверное, расскажу немножечко свою историю. Все, что сейчас на картинке вы видите, это у меня было. Это у меня было. У меня был бизнес. Я занималась им 12 лет. У меня было две машины, да. То есть не у меня, а у нас с мужем. У нас были деньги, у нас было много друзей, у нас было много родственников. То есть, но единственное, мы не путешествовали. Мы много работали. Мы те бизнесмены, которые в 90-х годах действительно зарабатывали, которые пахали. Первый раз. И у меня были взлеты и падения. Первый раз было падением. Меня слышно вообще? А то я, может, просто говорю. Слышно меня, да? Или я опять вылетела? Ага. Все, спасибо, Альфьюша. Спасибо, девочки. Вообще не хотела говорить на эту тему, но буду рассказывать пока Томочку. Я прям Томочку-то хочу дождаться. Она еще пишет с таким разочарованием. Она подготовилась к этому вебинару, поэтому подождем ее. У меня были взлеты и падения. Сегодня мне Ирина Шарпила скинула несколько вебинаров, записей вебинаров на эту тему. И я послушала Наталью Качину, которая тоже занималась очень крупной бизнесом. Конечно, ее бизнес был крупнее моего. Что там в разы, как она упала, как они в кредитах были. То же самое произошло у меня. У меня тоже было несколько взлетов и падений. Первое падение было, когда в 90-х годах был настоящий рейдерский захват. Сейчас я вспоминаю об этом с улыбкой. Тогда, конечно, это было страшно. Это была угроза жизни. Это была угроза жизни нас с мужем. Это была угроза жизни нашего ребенка. Мы отдали все и начали все заново с милля. Мы с милля начинали. И опять-опять раскрутились, раскрутились до магазина. У нас купили прекрасно себе дом, потому что в том городе, где мы жили, город развалился. Шахтерский был город. И это было, где мы с вами были. Видать, бывает, какие-то препятствия. Ага, спасибо. Вот я опять поставлю эту картинку и буду. Спасибо за поддержку, девочки. Второй раз я начала рассказывать о том, что все было, и тут случилось такое, когда мы ехали с Алматы, мы попали в аварию, и там я такой сильнейший стресс испытала, прям страшнейший стресс, это был для меня, не знаю, какой-то удар, и к тому же я заболела, у меня вообще были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, я заболела дальше, 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 у меня начались там всевозможные заболевания, и я очень долго лечилась, очень много средств ушло на лекарства, очень много средств ушло на восстановление, да, но все, что не делается, все, наверное, к лучшему, я познакомилась с очень таким грамотным психологом, психотерапевтом, она в кафедре, доцент, врач высшей категории, за что я вот премного благодарна, может быть, даже этой аварии, может быть, даже этой ситуации, моя жизнь тоже в корне поменялась, до того мне понравилась психология, я ходила на прием к психологу, до того мне понравилась психология, что в 2006 году я поступила на факультет психологии, и с успехом его окончила, это был Казахстанно-российский университет международный, вы, наверное, знаете, да, московский университет гуманитарный, вот, я его закончила почти с отличием, но к тому времени, пока я лечилась, пока я обучалась, муж не выдержал, наверное, всех моих заболеваний, то есть сейчас я такая розовая и пухленькая сижу, а тогда я похудела страшно, тогда такая была вся в депрессии, то есть потихонечку-потихонечку наши отношения разладились, мы развели, и мы это все начали делить, и до этого у нас был, взяли кредит на постройку автосервиса, это, конечно, большие-большие деньги, и когда развелись, у меня уже сил не было работать, то есть я болела, да, и я продала магазин, продолжала лечение, потому что лечение было такое, что мне нужна была операция, и грозила либо восстановление, да, либо полной парализации, поэтому я подстраховалась, я купила квартиру, хоть и небольшую, родителям купила квартиру, закрыла кредиты, купила сыну машину, и все, и все, и у меня ничего не осталось, я думала, что буду работать психологом, это востребовано, я была очень, я считаю, что не глупым психологом, у меня была хорошая очень школа, я посещала многочисленные тренинги, но, тем не менее, работа психолога все-таки не востребована, да, пока у нас все-таки не востребована, и привыкнув к определенному уровню жизни, мои денежки быстро оставили. Тут опять начались проблемы с подвоночниками, я сижу такая дома, думаю, да что такое, вот в одноклассниках я когда сидела, говорю, да что такое, почему работа для мамочек в декрете, почему работа для студентов, но почему для нас нету работы для женщин среднего возраста, когда я сижу в моем мире, рад приходит сообщение от Елены Тугановой с предложением о работе, ну, конечно, я с ней переписывалась, спрашивала, все узнавала, и вот как я говорила до этого, да, год назад я зарегистрировалась, чему несомненно рада, хотя сама на консультациях, когда ко мне приходили женщины в депрессии, я всегда говорила, подключайтесь к какой-нибудь, господи, какой-нибудь сетевой маркетинг, да, сетевой бизнес, это очень отвлекает, это потому что там всегда собираются, да, я сама была в Мерекине очень долго, мне нравился там не как рост, не как развитие, не как доход, мне нравились там эти тусовки, эти поздравлялки, эти там выходы на сцену, эти шумелки, гуделки, да, эти мотивационные встречи, но, конечно, роста там не было, я бы его и не дождалась бы, не так, как здесь происходит у нас это все быстро, все интересно, все активно, вот, и, так, к чему я это все говорю? А, говорю к тому, что вот именно с нашим проектом, проектом «Испресс-карьера» я связываю опять возврат своей жизни на прежний уровень, да, то есть я опять хочу жить в доме, а не в квартире, я хочу ездить, не так ждать, когда сын подвезет меня, да, то есть сейчас сын очень занят, он работает в городе Экибастузии, поэтому приезжает на выходные только, я не хочу вызывать такси, не хочу ездить на автобусе, я хочу собственную машину, после той аварии, конечно, я боюсь ездить на машине, но когда я увидела, как она черно получила машину, я прям загорелась, я прям почувствовала, что, что сажусь опять за руль машины, ага, Томочка пишет, что сажусь за руль машины, и это меня очень-очень смотивировало, то есть опять работать, опять ходить, покупать, опять ходить. Достижение своих целей, я сейчас повторюсь немножечко, потому что пожелания никогда не бывают лишними, даже если вы их услышали, я их повторю. Я желаю вам всем достижения своих целей поставленных, успехов в нашем проекте, да, в нашем таком проекте, в который я поверила, в который поверили многие люди, за вашу веру, за ваше стремление к победе, за ваше стремление к лучшему, да, за ваш энтузиазм, за ваше позитивное мышление, за ваше позитивное настроение, конечно, это все воздастся, все вернется, вы достигнете всех своих целей, я в это тоже верю. Всем-всем-всем пока, спасибо за то, что пришли на наш вебинар с Томочкой, вот я в инвентаре постоянно, а с Томочкой не зашла, но я прям хочу Тому послушать, надеюсь, что в ближайшие дни мы ее послушаем. Спасибо всем, что пришли, спасибо, мои родные, всем за поддержку, за то, что вы стали мне давно родными. Всего самого-самого наилучшего. До свидания.